Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил с отчетом о работе в 2021 году. Тем было затронуто множество, от празднования юбилея до строительства новых станций метро, но одним из главных направлений отчета было социальное. Строительство новых школ, детских садов, модернизация здравоохранения и снижение младенческой смертности. Я убеден, что поддержка семей с детьми и тех, кто нуждается в нашей особой заботе, должна быть действительно ощутимой. Особенно в такие непростые периоды. И мне крайне приятно об этом говорить, что число многодетных семей у нас неуклонно растет. Если говорить про десятилетний период, то это в два раза. В 2021 году мы выделили уже 31 миллиард рублей в виде различных социальных выплат, причем свыше 17 миллиардов за счет областного бюджета. Свою эффективность доказал и такой инструмент, как социальный контракт. Мы одними из первых внедрили эту практику, стали лидерами в ней. За два года реализации проекта уже заключено более 36 тысяч таких контрактов на общую сумму почти 4 миллиарда рублей, а материальное благосостояние улучшили почти 100 тысяч жителей региона. В результате мы видим реальное улучшение благосостояния людей, восстановление в уровне доходов, причем также опережающими темпами. За три квартала 2021 года реальные денежные доходы населения увеличились на 3,8%. И по темпу роста реальных доходов мы занимаем первое место в ПФО. Мы смогли привлечь внимание к нашей нижегородской повестке все уровни власти, федеральные, исполнительная власть, законодательная власть. Но Валентина Ивановна действительно сказала, сегодня Нижегородская область звучит везде. Мы в рейтингах передовые по промышленности, в рейтингах передовые по сельскому хозяйству, по поддержке малого и среднего предпринимательства. Каждый министр считает за честь приехать сюда, заместитель председателя правительства, собирается Матвиенко в ближайшее время приехать, президент дважды приезжал. Это все говорит, что регион интересен, регион передовой. Мы стали еще внимательнее относиться к вопросам сохранения здоровья наших граждан. Сформировали беспрецедентную по масштабам программу модернизации первичного звена здравоохранения. Закупили 144 автомобиля скорой помощи, и к 2024 году парк автомобилей скорой помощи будет полностью обновлен. С 2018 года было построено 10 ФАПов, не очень впечатляющая цифра. При этом к 2025 году мы построим уже 121. Областной болицы «Семашка». Некий такой беспрецедентный момент в отношении того, что мы получили оборудование почти на 300 миллионов рублей. Это огромные деньги, 120 единиц оборудования. Ну, просто врачи довольны, довольны и больны, соответственно. Мне очень было приятно сегодня говорить о тех проектах, которые мы начинаем в этом году. Не только о тех, которые мы реализовали. Мы несколько лет не знали, как подступиться к проблеме газификации шести районов, северных районов Нижнего Нового. Сейчас это проект полностью одобренный. Мне очень приятно, что подписан первый контракт на строительство метро в рамках инфраструктуры и бюджетных кредитов. Также будут реализованы другие проекты, долгожданные для жителей Нижнего Нового.